Западный обход может быть опасен для жизни людей. К такому выводу пришли специалисты Ростехнадзора по результатам собственной проверки. Выявили многочисленные нарушения. Строительство ввели без разрешения. Конструкция дорожной одежды не соответствует требованиям проектной документации. Асфальт укладывали в минусовую температуру. Водопропускные трубы транспортной развязки выполнили с нарушениями проекта. Ростехнадзор отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. Несмотря на это, дорогу не закроют. Об этом журналистам сегодня сообщили на экстренной конференции в правительстве Омской области. У чиновников и исполнителей госзаказа свой взгляд на эту проблему. Я, как руководитель, считаю, что ничего там страшного. В тех моментах абсолютно ничего нет. Там есть один момент определенный, но это, я считаю, технический. Нужно просто сделать корректировку проекта и пройти экспертизу заново. Есть гарантийные сроки. Это незначительные затраты, которые будут выполняться согласно гарантийным обязательствам. Я хочу, чтобы лишний раз вы, корреспонденты, обратили внимание на то, что все-таки вот эти вот нюансы связаны с тем, что вот там неправильно что-то сделано или прочее, не так уж сильно афишируют, потому что это больно сказывается на наших специалистов, которые, ну, сделали прекрасный объект. В тяжелейших условиях, поверьте мне, за очень короткий срок такой объем строительства сделали. За 20 лет такие объекты в Омской области не делали, если я его просто смотрю. Сделали этот объект, построили. И опять почему-то кто-то не рад этому, да. Что мы увели, и даже не 4, а 5 тысяч автомобилей скоро на сегодняшних тяжеловесных. Мы определили механизм наших взаимоотношений и те моменты, которые необходимо, так скажем, исправить, доработать, в том числе получить дополнительную экспертизу на этот участок. Значит, мы план мероприятий уже составили и ведем, соответственно, выполняем все эти необходимые работы. Как вот только эти документы будут готовы, то, соответственно, мы в Ростехнадзоре получим положительное исключение. Итак, Ростехнадзор отказался принять западный обход Омска. Этот долгострой прочно увяз в скандалах. Постоянный срыв сроков, периодическое нарушение технологий. Наконец, банкротство подрядчика. В конце концов, деньги, выделенные на строительство важной дороги, оказались в центре внимания силовиков, а бывший министр финансов области под уголовным делом. Евгений Нефанов вспоминает, почему именно финальные метры оказались под пристальным вниманием экспертов и к чему все-таки придрались специалисты Сибирского управления Ростехнадзора. Эта лайка по-доброму щурится на зимнем солнце. Развязка сдана еще в сентябре, однако скудный поток транспорта тревожит собаку редко. И только строители спешно переделывают свою работу. Да это дорога, такой дороги, запомните, в Омской области на сегодняшний день нет. Даже федеральной вот такой прочной дороги нет. Вот, вот мое официальное заявление. Главный дорожник области Валерий Никитюк закипает, когда видит критику без повода. Грунт уходит из-под ног, опоры обнажают свой фундамент, и это становится в середине ноября острой темой для репортажей. А потом и череда чиновников едет на развязку. Новый министр проблемы признает открыто. Подсыпят грунт, лотки поставят, я думаю, что мы устраним. По большому счету, в принципе, все же делали ремонты в квартирах, обоина тоже может отклеиться. Однако в Ростехнадзоре столь жизненные сравнения не ценят. Была проведена итоговая выездная проверка в отношении казенного учреждения Омской области, управления дорожного хозяйства Омской области, где дополнительно установлены факты нарушения технологии производства дорожных работ при строительстве участка окружной дороги города Омска. В это же время горячий спор разворачивается вокруг холодного асфальта. Ведь трассу накатывают при жутком морозе. Это идет асфальтирование последних метров западного обхода. Дым стоит столбом. Это асфальт стынет. На улице минус 16. И вот сами рабочие говорят о возможных ошибках. Однако прорабу виднее. Григорий Ильиных с градусником, как пациент при гриппе, не расстается. Она лежит 30 минут. А допускается и 80, и это контролирует. Температура воздуха не имеет такого решающего значения, потому что успевают достичь коэффициента уплотнения до того момента, пока смесь остынет. Однако асфальтом в Ростехнадзоре тоже недовольны. Конструкция дорожной одежды не соответствует требованиям проектной документации. Валерий Никитюк переехал в Омск недавно. До этого 30 лет строил дороги на Алтае. И такому повышенному вниманию к новой трассе очень удивлен. Вот если мне зададут дорожнику вопрос, когда можно ли асфальт ложить зимой? А я вам скажу, можно. Можно. Я вам скажу, можно. При особых условиях. Нужно соблюсти три вещи. Это температура выпуска смеси, температура укладки смеси, температура уплотнения смеси. Вот если ты вот это состояние выдержать на своей технике, ради бога. Однако в управлении все-таки не обошлись без нарушений. Опоздания из-за переукладки трубопровода сильно затянули сдачу обхода. В итоге документация устарела. Строительство объекта в период ноября 2015 года по окончанию работ велось в бесполученном в установленном порядке разрешения на строительство. Закрывать западный обход отказываются. А это значит, власти берут на себя все риски. Критики уже ждут весны. Тогда, мол, и посмотрим, поплывет ли дорога. Однако уже сейчас ясно, переделки будут. Да какие? Стратегическая задача – укрепить полотно газоном. Трава – это называется укрепление откоса земляного полотна. Вот пока она не вырастет, здесь будут еще и размывчики, и различные оголения, может быть, столбов, барьерные ограждения. Так что поводы для новых визитов журналистов и чиновников предстоят и в будущем. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Андрей Кузьмин, Антенна-7.